Женю называли и Палецкой ластовкой, и осердянкой. А как бы вы ее называли? Книговкой. Книговкой, каней. А лишь и ластовкой так самое, и на птушкам. Прилетела в этот свет. И покинула его так само, как птушкам. И каждый раз, когда я только приезжала в Минск, мы обовязково сострогались обовязково. Я ведаю, что вы в своем верши называете Евгению и сестрицей, ну, как вы уже сказали, и Каней. Так. Потому что и Янамя не так само сестрицей называла, сестрицей лечила. Это саправды так. У нас некая нота одна. Однойковая. Подобные у нас ноты. Поэтичная. Лиричность. Драматизм. Действие мы саправды. Вербе близкие. Я считаю. Я считаю, что в нем есть много людей. Я еще, ну, свежая память о Жене. Мама ее живет в Минске. Сынок Андрей так само. Браты живут. И я думаю, что для них будет, и для всех тех, кто захопляется этой поэтессой, этой поэзией, будет интересно, но в следующий раз вернуться в туалет Женина, приезжать все. Я думаю, что ваши какие-нибудь вспомин с встречей, ну, будет удобно просто для всех с ображением. Успомин, вельми хороший Успомин, я не помню, какие это годы в угле, с датами я не дуже так лажу. Не помню, який год, а ли знов таки, и не ведаю, какой там я на годы была у Минска, а ли мы завсёды, тады до меня сбираются сябры, связанные, конечно, в основном с творчеством, с литературой, и мы спевали песни. Женя вельми любила спевать, умела спевать, ведала песни. И любимая ее песня «Шумять вербы, коли гребли». Шумлять вербы, коли гребли, что я посадила, «Нема того, миленького, что я полюбила». «Нема того, миленького, что я полюбила». Субтитры делал DimaTorzok